Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как вам известно, стартовал ивентик под названием Клановый Вызов, в котором можно забрать себе Супер Вафлю. Я ее так буду называть. Что собой Супер Вафля представляет, я ради интереса посмотрел. Я посмотрел на ее ТТХ и посмотрел на вот эту Вафельку и сравнил ТТХ по орудию, которая максимально похожа, то есть по вот этому топовому проходному орудию, потому что топовое вот это орудие, оно как бы не совсем то же самое, да, даже по внешнему виду. Я понимаю, что многие скажут, надо было сравнивать прям самое-самое топовое орудие, но я решил посмотреть на вот это и обратил внимание на следующее. Что если у Вафельки на топовом проходном орудии, допустим, то же самое сведение 3,4, то у Супер Вафли будет 4,1. Ну, существенно, согласитесь, крайне-крайне существенно. Разброс 303, там 316, даже не буду говорить, можно сказать, в принципе, одно и то же разницы, я думаю, мы с вами не почувствуем. Что касается Альфы, 460, что там, что там. 276 пробития тоже одинаковые. Я имею в виду базовые снаряды, именно поэтому я сравнивал именно с этим орудием, потому что здесь они очень-очень схожи. Что касается углов вертикальной наводки, минус 5, что в Вафле, что в Супер Вафле. Ну, а вверх 45 у обычной Вафли, хотя у Супер Вафли 20, ребят, ну, мы в конце концов не по воронам летающим стреляем, чтобы на 45 ствол вверх поднимать. Соответственно, ребят, на вот это даже обращать внимание тоже не будем. В чем действительно преобладает Супер Вафля над Вафлей на вот этом проходном топовом орудии, так это в времени перезарядки, которая составляет здесь 913, а в Супер Вафле 8,82. Но там еще можно оборудку поставить, тролли-вали, короче говоря, будет поприятнее время перезарядки у Супер Вафли однозначно. И урон в минуту, таким образом, у вас превращается из 3024 до 3130, но плюс опять-таки оборудка, все дела. Короче говоря, у вас, ребят, получится на Супер Вафельке, я думаю, выходить где-то на 3300 ДПМ. Но это я так, знаете, называется пальцем в небо, здесь я на калькуляторе прям точно не считал. И я, честно говоря, ну, очень-очень-очень-очень хочу себе эту Супер Вафельку в коллекцию. Особенно с учетом того, что сомневаюсь, что эта машина будет продаваться когда-либо просто так, заходи и бери. Короче говоря, ребят, что можно сказать про условия? Все вы с этими условиями ознакомились, а если не ознакомились, то имеете возможность вот так вот все это дело пооткрывать и почитать. И я не буду попугаем, который просто зачитает вам и якобы новость какую-то вам сообщил. Читать все умеем, все разберемся. Что меня смутило? Лично меня. Я не суперскилловый игрок и для меня, я для себя, по крайней мере, понимаю, будет сложноватым сделать по 20 медалей братья по оружию и, соответственно, 20 медалей по решающему вкладу. Но, ребят, согласитесь, если вы не скилловый игрок, если вы не супер-пупер, а просто рядовой танкист, то рассчитывает на то, что за 21 день, играя во взводе, даже не с соклановцем, а просто играя во взводе, вы сможете с ним вдвоем сделать каждый по 2 фрага. Это получается 4 вынести из 7 возможных. И таких 20 боев вам надо отыграть. Но здесь еще хоть как-то, еще хоть что-то можно сделать, да? Но, ребят, и выжить при этом в бою, а вот это уже сложнее. А что касается решающего вклада, ну, ребят, сделать 6 фрагов из 7 возможных, играя во взводе, это надо очень-очень постараться. Либо найти спящую команду противников, которые вы раздамажите и, соответственно, красавчики, выйдете из боя с медалькой решающий вклад. Поэтому, ребят, я, недолго думая, понимая всю сложность ситуации в отношении данных медалей, точнее, в их получении, я, недолго думая, забежал и начал с калькулятором судорожно считать, а что мне может в данном случае помочь мой клан. И я посчитал, ребят, следующее. Математика получается такая. 30 слитков здесь, 20 слитков здесь. За 3 недели, если вы будете выполнять и одну, и вторую боевую задачу каждую неделю, а нам дается 3 недельки на выполнение, мы сможем с вами забрать 150 слитков здесь. Что касается ежедневных задач, у нас получается суммарное количество, если все это дело умножить на 7, то есть каждый день забирать и так 7 дней подряд, получается суммарно, суммарно, ребятки, получается 70. А 70, ребят, умноженное на 3 недели, у нас с вами получается 210. Итого получается, что только с вот этих вот боевых задач вы сможете забрать 360 слитков, которые необходимы для Супер Вафли. Едем дальше. За выполнением всем кланам, точнее за прохождение вот этих вот рубежей, будут вам давать, начиная от 12 слитков и прям на самом верху, аж нифига себе, 21 слиточек каждую недельку. То есть вот это вот надо умножать на 3, для того, чтобы понять за 3 недели, за 21 день, сколько вы можете забрать. Но не спешите, ребят, не спешите. Я больше чем уверен, что как бы ваш клан сильно не потел, скорее всего все 10 выполнить будет, ну, практически анриел. Это практически все игроки вашего клана, практически все боевые задачи клановские должны выполнять. А это очень сложно. И вероятность, я бы сказал, если вы состоите не в Супер Клане, который постоянно участвует где-то там в каких-нибудь соревнованиях и живет в этих танках с утра до вечера по 8 часов в сутки, как минимум, а некоторые даже и 25 часов, то, соответственно, ребятки, не рассчитывайте, что ваш клан будет собирать полностью все. Я решил быть реалистом. И я для себя посчитал, что если мой клан будет выполнять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, как правило, ребят, 7 задачек, да, ну или пускай даже 8 задач, то тогда, ребят, будет все у нас хорошо. То есть если клан мой вот это вот все выполнит, и я не буду получать медали, мой клан будет каждую недельку выполнять 8 из 10, то мне будет, ну, прям притирочка 700 с копейками. Ну, то есть от недели к неделе, конечно, может что-то меняться, где-то недовыполнили, где-то перевыполнили. Но в целом, если будете шататься на 7-8 уровне, я имею в виду, ваш клан будет шататься, то вы в целом выйдете на вот такую вот магическую цифру, а именно на 700 плюс слитков. Почему я говорю о 700 плюс? Потому что именно про 700 плюс идет речь вот здесь вот. Если вам не хватает, да, то есть вы вот набрали 700, а вот остальное, ребят, можно будет докупить за голду, за 4,5 тысячи золота. Ну и посему, ребят, я хочу подсуммировать следующее. Я больше чем уверен, что данную ПТшечку заберут крайне немногие. Вот прям совсем-совсем малое количество игроков сможет выпатить на данную машину и забрать ее, это если им повезло находиться в суперскилловом и имбовом клане. Я же могу только реалистично смотреть на всю вот эту вот шкалу и понимаю, что до 750 я не дотопчусь. Ну не буду я вот здесь вот. Скорее всего у меня будет где-то в лучшем случае 720-740. Это вот так вот потолочек, который я посчитал. Я понимаю, что мои соклановцы могут сейчас на меня обидеться и сказать «ГСН, ты в нас не веришь, мы собираемся пальцы в мозоли стереть или даже до косточек третьей фаланги». Но нет, ребят, я думаю, что реалистами необходимо быть, а значит рассчитывайте на то, что у вас появится возможность просто эту ПТшку себе купить за 4500. И я, я, честно говоря, готов рассмотреть вариант покупки за 4500 коллекционной девятки. Не потому, что это будет имба, я понимаю, что это имба. Просто потому, что это будет очень, очень редкая машина и мне хотелось бы ею обладать. Она не настолько нагибать будет, как все рассказывают. Не будет, ребят, она нагибать. Вот вполне спокойно будет играться, как вот эта машина. Не лучше, не хуже. Я думаю, что может там по чуть-чуть где-то что-то дорисовали, типа там чуть-чуть какой-нибудь рандомной брони. Но откуда у вафли броня по определению? Поэтому хочу я ее именно за то, что это будет очень, очень редкий танк девятого уровня и, возможно, он будет прикольный и интересный именно этим. Ну а тем, что он будет нагибать, я сомневаюсь, он будет прикольным. Вот не верю я в то, что это будет новая имба в нашей с вами игре. Качать или не качать, потеть или не потеть, безусловно, решать вам. Но я бы вам рекомендовал потеть хотя бы лишь потому, что ваши соклановцы, возможно, хотят себе данную машинку. Ну а раз они себе ее хотят, то я думаю, что ваша задача им в этом помочь. Ну просто потому, что все мы находимся в кланах не только для того, чтобы халяву забирать, а для того, чтобы быть друзьями, для того, чтобы друг друга поддерживать. Ну и, соответственно, помогите своим соклановцам получить эту машину, помогите им заиметь ее. И я думаю, что потом они будут вам безумно за это благодарны. Но, как видите, вафля, да и вафля, просто раскраска другая. На данный момент у меня все. Всех благ. Подписывайтесь на канал, если вы за честный обзор, и возвращайтесь на мои видео. Ну и давайте фаниться в танках вместе. Всего хорошего вам, мира и обязательно спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok